Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневные новости в студии Саулем Весималиева. Сегодня в Уральске обсудили проблемы развития государственного языка в области здравоохранения. Одна из основных проблем – это отсутствие конкретной терминологии на государственном языке. Существует много вариаций терминов и нет конкретного утвержденного варианта, считают специалисты. А это приводит к большим трудностям в документе обороте госорганов. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент Олег Великий. Порой одно ведомство не понимает другое, потому что у них разные переводы и термины. Специалисты утверждают, что ежедневно сталкиваются с проблемами делопроизводства, в частности, входящих и исходящих писем и запросов. Я думаю, что сегодняшний семинар, организованный областным управлением по развитию языков Западно-Казахстанской области, дает много хорошего в плане употребления терминов на государственном языке, особенно по медицинской части. Думаю, что все участники довольны ходом семинара, потому что мы нашли здесь ответы на многие интересующие нас проблемные вопросы, в том числе употребление терминов, медицинских терминов. Люди, отдавшие много лет медицине, не понаслышке знают, как много проблем было с государственным языком. Ведь в медицине много терминов на латинском и греческом языках, и перевести все на государственный язык – процесс трудоемкий, и не одного дня. Сейчас очень много книг выпущены, русско-казахский словарь, казахский-русский словарь, есть словарь трехязычный русско-казахский-английский словарь. Все это, я думаю, даст развитие у государственного языка, не только в области, и в системе здравоохранения. Участники круглого стола считают, что этот семинар позволит углубиться в данную проблему и найти пути его решения. Подари детям добро. Именно под таким девизом прошел марафон в общеобразовательной школе номер 5 города Аксай. Данное мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Дорога в школу». В нем проняли участие пять спонсоров. Из них стал ТО «ПСП Серик». Подробнее в сюжете Анна Мардвинчева. Каждый из спонсоров хотел порадовать детей лучшими подарками. Но все пришли к единому мнению, что в преддверии учебного года дарить нужно школьные принадлежности. От школьной формы до канцелярских товаров. Более 40 ребят 5-й общеобразовательной школы города Аксай получили специальные подарки ко Дню Знаний. Каждый спонсор пожелал детям отличного учебного года. Я поздравляю всех деток с наступающим новым учебным годом. Мы привезли подарки, рюкзаки. Они полностью с констоварами. Хорошего учебного года, чтобы учились на отлично. Всем спонсорам спасибо тоже от нас. И мы будем дальнейше участвовать в таких акциях. Цель акции – оказание поддержки школьникам из малообеспеченных семей при подготовке их к началу учебного года. Привлечение внимания к проблемам семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создание условий для благотворительной активности организаций и жителей области. С каждым годом количество спонсоров увеличивается. И мы, конечно, этому только рады. Детишки получают ранцы, детишки получают школьные принадлежности, канцелярские товары. Они получают школьную форму. И все то, что делается, это делается от чистого сердца, от всей души. Я хочу сказать огромное спасибо спонсорам от имени учителей, от имени родителей, от имени самих детей. И хочу уверить, что благодаря вашей поддержке мы действительно будем растить граждан, достойных граждан нашего государства. Родители и директор школы выразили особую благодарность спонсорам за оказанную помощь и внимание. Спасибо директору школы, спонсорам нашим за материальную помощь. То, что спонсор нам помогает, то, что школа дает каждый год, это самая нужная помощь для семьи. Я благодарю и спонсорам, что подарили нам подарки. Я буду в этом году хорошо учиться. Устроители данного марафона считают в силах каждого жителя или организации области оказать помощь конкретному нуждающему ребенку или малообеспеченной семье. Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Технический парк пограничной службы области пополнен новыми автомобилями. 16 автомашин марки УАЗ будут служить охране государственной границы. Вручение автомобилей состоялось в воинской части 2029, где пограничникам передали ключи от новых УАЗов. Подробнее в сюжете Марина Горбук. Сейчас в Западно-Казахстанской области около 20 пограничных подразделений. Из них отделы пограничного контроля, пограничные заставы и посты. Военнослужащие отмечают, что количество техники в этом году увеличилось. Поступивших машин хватит для охраны государственной границы протяженностью свыше полутора тысяч километров. Проверенная марка внедорожников, поступивших из Актау, подходит для местных дорог. Пограничная служба уделяет особое внимание охране государственной границы. Для этих целей идет обеспечение пограничной службы автомобильной техникой, также тракторами, снегоходами. На данный момент получили 16 единиц автомобильной техники. Из них 14 единиц легкового типа, 2 единицы грузопассажирского типа, которые будут использоваться в дальнейшем для обеспечения надежной охраны государственной границы, перевозки личных составов, доставки грузов, вооружения и прочих видов работы. Последний раз автомобильная техника обновлялась в прошлом году. Сейчас же 16 УАЗов распределят по нескольким пограничным заставам области. По мере необходимости, внутри они будут оборудованы спецтехникой. Раньше машины были старые, вот обновили нам военную технику, где есть, чтобы охранять государственные границы, республики Казахстан. Перед вероят, сегодня мы комментируем чемвилов, заставим чемвилов, тасмила. После торжественного вручения новые автомобили сразу же отправились на охрану границы. Марина Горбокна, Руан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Нашла коса на камень. Уральский Акжаик провел очередной матч в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги. Он прошел на стадионе имени Петра Таяна. Местные футболисты владели преимуществом по ходу всей игры. Однако добиться победы им не удалось. Сегодня Акжаик провел очень сложный для себя в психологическом плане матч. Нашим соперниками являлся лидер чемпионата Казахстана среди команд первой лиги Шимкенский Кыран. Игра держала напряжение с первых до последних минут. С первых минут игры Акжаик захватил инициативу, но мяч упрямо не шел в ворота. Шансы отличиться упустили Николай Забродин, Эмир Юсич и Махир Карич. Казалось, что уральцы смогут распечатать ворота соперников. Но в этот день за Южан играли даже штанги. Болельщики сокрушенно качали головами, глядя, как Акжаик транжирит моменты. Игра завершилась нулевой ничьей. Игра получилась очень тяжелой. Акжаик показал себя хорошей командой. Мы выстояли и добились ничейного результата. Однако подопечные Сергея Волгина ничейный результат себе в актив записать не могут. Обидные промахи не позволили одержать победу. Игра, видите, тяжело получилась. С лидерами играли как-нибудь. На первом месте команда идет. Очень тяжелый матч. Видите, сколько моментов не забили, не реализовали. Без голов не может быть три очка. Заработали только одну очко. Но это можно на одну очко считать за поражение, я считаю. На следующий выезд. На следующий выезд. Вот будем готовиться. Едем в самый, можно сказать, южный город. Там будет плюс 50, наверное. Очень тяжело будет. Будем готовиться. С Махтаралом будем играть. С границей. В Узбекистане вроде где-то там. Будет очень тяжелый матч. Надеюсь, заработаем три очка и привезем. Так как сегодня два очка потеряли, это можно считать как катастрофой. Сейчас Акжаик с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. От лидера Кокшетаусского Акжат-Песа нас отделяет 11 очков. Роман Копняев, Айбулат ЖГПар, Александр Грабарев, ТДК-42. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин